Рельсы раздоров. В Толоконцево люди вышли на народный сход из-за закрытия железнодорожного переезда. Дело в том, что железнодорожные пути делят населенный пункт на две части. С одной стороны, большая часть домов. С другой, все социальные объекты. Школа, детский сад, поликлиника. И вот жителям сообщили, что РЖД приняло решение закрыть этот переезд. Жители начали сбор подписей против этого. Мы требуем, нас утрезают от города. Секундочку. Мы требуем, чтобы этот переезд оставили. Вот за 15 минут я набрал около 30 подписей. Все подписи около 3000. Это за две недели. Единственный железнодорожный переезд. Единственный. 9 километров от Нижнего. И как его можно закрыть? Здесь тысячи машин каждый день ездят. Нас не слышат. Понимаете, не слышат. Они все тратуют по-своему. Нам хотят на переезд выходить и вставать за руки, перекрывать движение. У нас больше нет никакого выхода. Ну оставьте нам действующий железнодорожный переезд. Действующий, представляете? Они хотят действующий переезд закрыть. Хотят нас изолировать. Мы будем отрезаны от всего мира. У нас ни аптеки нету. У нас ни школы здесь не будет. У нас ни садика здесь не будет. У нас ни банка не будет. Садики, школы, больницы, аптеки, детская поликлиника. У нас все находится на территории линии. У нас здесь вообще ничего нет. Я работаю в Нижнем Новгороде. Живу около железнодорожного переезда. В 9 километрах от Нижнего. И я буду ездить теперь 50 километров. Но это же абсурдно. Ехать Нижний Новгород через городец, через Золотово. Зачем усложнять людям жизнь? Я вот часто вызываю скорую помощь мужу. У него давление. Сейчас скорой помощи не дождешься. Час едет. А если будет объезд, предлагают нам. Какие там 5 минут? 20 километров как минимум. Но надо учитывать. В полторы полосы убитая дорога. Я даже ребенка своего не пущу на школьном автобусе по этой убитой дороге. Что будет с моим ребенком? С начала проектирования проекта они нас успокаивали. Такого не будет. Не волнуйтесь. И мы все не волновались. Мы жили спокойно. Не говорят, что пока будет строиться дорога, мы переезд не закроют. Не успокойтесь. А потом... А нам нужно, чтобы он был. А кто из администрации вообще приехал? Это дорога жизни. Его закрывают. Мы даже до сих пор не можем понять, почему. Нам не дают никто нормальной информации. Понимаете? Со слов о модниках. Информационный вакуум. Борские власти выступают в защиту жителей. Они ведут с РЖД переговоры и железнодорожники объясняют закрытие переезда соображениями безопасности. Есть политика железной дороги, которая сокращает, но она политика тоже правильная, чтобы сократить аварийность на железных дорогах, надо уменьшить количество, например, железнодорожных переездов, делать виадуки и так далее. Для того, чтобы потенциальную возможность попадания человека или автомобиля на железнодорожном переезде под поезд, оно было минимальным. Вот логика железной дороги. Мы говорим о том, что данный железнодорожный переезд, да, он является объектом особой повышенной опасности, но вот за четверть века ни одной аварии на нем не произошло. Я встречался с Анатолием Федоровичем Лисуном, начальником Горьковской железной дороги, просил его вернуться к этому вопросу. И, в общем-то, аргументы-то у нас совершенно простые. Да, теоретически, если железнодорожный переезд ликвидировать, то попасть в детский сад, в школу, можно, сделав петлю через золотого, но никто петлю делать не будет. Ну, реакция населения, она понятная. И задача, я думаю, общая наша, чтобы, в общем-то, жизнь была комфортной, а мы ее не усложняли. В РЖД на вопрос о закрытии переезда отвечают очень туманно. Интервью давать отказались, лишь прислали письменный ответ, в котором сообщают, что переезд может быть закрыт лишь после окончания строительства новой дороги. Но четкого прямого ответа будут закрывать переезд временно или нет, так и не дали.